Смотрящие за небом авиадиспетчеры, те же регулировщики движения дорожного на взлетных полосах и небесного. Сегодня обладатели этой профессии во всем мире отмечают профессиональный праздник. Наша съемочная группа побывала в святая святых на диспетчерских вышках и познакомилась с теми, кто всегда остается, как говорят журналисты, за кадром, но от них во многом зависит безопасность пассажиров. В закулисье Краснодарского аэропорта заглянем вместе с Вероникой Веретенниковой. 5 километров длины и 8 метров высоту разделяют здание аэропорта от стартовой диспетчерской вышки. Фото и видеосъемка категорически запрещены, но в честь праздника нашей съемочной группе сделали исключение. Виталий Корыткин, опора пилотов и помощник штурманов уже 37 лет. Авиадиспетчер точно знает, даже в необъятном воздушном пространстве должен быть порядок. Поверка связи, как слышно? Слышно отлично. На мониторах сплошные шифры, небо в паутине из стрелок и графиков. Для авиадиспетчера все это просто, как алфавит. Он считывает информацию о погоде, узнает координаты самолетов, расписание всех рейсов и время освещения взлетной полосы. За день сотрудники Центра организации воздушного движения Краснодарского аэропорта встречают и провожают больше сотни международных и внутренних рейсов. Контроль за заходящими воздушными судами, контроль его, как он заходит по курсу и глиссадии. И также контроль вылетающих, создание интервалов между заходящими воздушными судами и вылетающими, чтобы не нарушался интервал и сохранялось безопасность. Также контроль территории, полосы и рядом с полосой движение людей. Хороший диспетчер должен обладать хорошим пространственным воображением. Дело в том, что диспетчер, помимо того, что есть индикация радиолокатора и так далее, вроде бы имеются метки, диспетчер должен хорошо представлять пространственное положение воздушных судов. Хорошим пространственным воображением обладает и Таисия Кудинова. Еще 15 лет назад отдала свое сердце небу. Говорит, пробовала работать стюардессой. Но уже через год поняла, что это не ее и вернулась на свой наблюдательный пост. Считает, что хорошая дикция для диспетчера важна так же, как и для репортера. Ведь летчик не может видеть выражение лица и эмоции. Он слышит только четкий и поставленный голос авиадиспетчера. Раньше с этим вопросом было вообще строго. А сейчас есть послабление. В тренде «Р» на французский манер. Патрулите вправо перрон за машиной сопровождения РД «Браво» самостоятельно. Чарли до РД «Покстрот». В этой профессии нет случайных людей. Их не останавливает большая степень ответственности, серьезные требования к технической подготовке и владению иностранного языка, которые нужно знать в совершенстве. Свою работу они любят всей душой. До мельчайших деталей. У меня «Боинг-747». Я очень люблю «Боинги». Это чисто моя слепая любовь. Больше, чем аэробусы. Я не знаю. Мне очень нравятся эти типы самолетов по их характеристикам. Ну и просто мне подарили знакомые ребята из авиакомпании. Им неприятно носить и вспоминать их. В России авиадиспетчеров готовят только три вуза. В Санкт-Петербурге, Ульяновске и Красноярске. За управление полетами по всей стране отвечает Газкорпорация по организации воздушного движения. И работают не только лучшие из лучших. Их отличают стальные нервы и колоссальная выдержка. Потому что у этих людей нет права на ошибку. Вероника Веретенникова, Артём Тумарь и Наталья Пилипко. Телекомпания «Краснодар».